Джейсон Смарт уже присоединился к нашему эфиру. Джейсон, рады приветствовать. Здравствуйте. Джейсон, хотелось бы сразу с вами начать с темы международной реакции возможной. Мы, конечно, сейчас можем только предположить, но вместе с тем уже не нужно долго гадать, чтобы понять, что имидж Путина знатно испорчен. И вот давайте пойдем по порядку, потому что ведь отношения у Путина с разными странами абсолютно разные. Вот, к примеру, каким образом может такой неудавшийся мятеж, но вместе с тем и такая вот необычная реакция на такой мятеж, человек, который пытался организовать, в итоге уехал под охраной. Да, это тоже удивительно просто. Как вы считаете, вот в частности, отношения России и Китая после данной ситуации, насколько резко могут повернуться и насколько, скажем, меньше уважения, возможно, у Си Цзиньпиня будет по отношению к Путина? Будет ли это как-то весомо и ощутимо выражено? Конечно. Это был очень большой негатив для Путина. А для китайцев, как вы знаете, своя страна очень хорошо. Все, которые организируют, есть контроль везде по стране. Такие вещи просто не бывают в Китае. И мы видим, что происходит, например, все Уигиры, те, которые, музулманское меньшинство, которые живут на северной, западной части страны. Мы видим, что Путина там, они контролируют всех. Там есть сотни тысяч людей, которые арестовали, которые сидят в лагерах, чтобы они не были никакими проблемами для общества. То есть общества для Китая, для власти, я хочу сказать, для государства. То есть там это просто беспредела не бывает. И то, что случилось сейчас в России, это ярко показывало всем, в том числе и китайцам, что Путина не имеет контролировать его страну. Что просто Украина опять это тоже показала им уже полтора года, когда есть эта война. Они не понимают, как это может быть такая огромная страна, как Россия. И ничего не работает правильно. И что Путина может только не выиграть войну. Там, тем более, есть еще его солдаты, которые готовы воевать против его. А для китайцев я уверен, что это просто такой огромный негатив, что скоро не забывают об этом. И другая сторона этой медали о том, как смотрели за ситуацией на территории Российской Федерации, за океаном в США. Напомню, по крайней мере, по сообщению сначала CNN, позже, как я понял, это подтвердили в Белом доме, официальным заявлением, что Вашингтон пристально следил за происходящим на территории Российской Федерации. Напомню, что президент США Джозеф Байден вел переговоры с Риши Сунаком, премьер-министром Великобритании, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции. Говорили как раз ситуацию, происходящую на территории Российской Федерации. Что важно, как Вы считаете, Джейсон, в каких красках и что именно могли обсуждать, вряд ли получится или не получится у господина Пригожина, и сколько техники есть у частной военной компании Вагнер? Я думаю, что у американцев, как у европейцев, это показалось, что мы уже знали давно, что Россия очень нестабильная сторона. То есть, публично, Путин делал все, чтобы люди думали, что это стабильная страна, думали, что он какой-то вождь, какой-то очень сильный лидер. Но все наоборот. На самом деле, он очень-очень слабый лидер. А мы видим, что как случилось месяц назад, когда РДК и легион свободной России там пытались по Белгороду, это просто нереально. Как-то может быть так, что есть целая война в Украине, но она может даже защищать границы России. И даже Билд, немецкая газета, писала где-то месяц назад, что если бы Путин хотел защищать границы, где Брянск, и Белгород, и Курск, это требует где-то 65 тысяч солдатов российских. И мы знаем, что у него просто нет столько солдатов, он не может защищать его границы. Это показывает опять, что он не может выиграть эту войну. Если он не может даже защищать Белгород, и скажите, сколько людей было, там 150-250 человек, значит, что он точно не может обеспечить безопасность его народа, если это будет, скажем, какой-то конфликт с Китаем, или конфликт с другой страной, он не может. И из этого я думаю, что даже смешно, что он все равно ведет себя, как бы он был каким-то серьезным лидером, какой-то сильным лидером, но все в Западе понимают, что он далеко не какой-то сильный лидер. Он действительно очень-очень слабый. И из этого я думаю, что да, сегодня мы не видели победы в Кремле, то есть Путин еще жив, но я думаю, что это не конец. Я думаю, что будут еще серьезные проблемы для его. Потому что те, которые округлили, те, которые, может быть, уже думали об этом, о переворотах, видели, что на самом деле они могут контролировать ситуацию. То есть если кто-то другой там в Кремле хочет его убрать, скажем, это возможно, потому что там это все очень слабо, все структуры, все системы в России. Еще добавлю, что сегодня СНН сообщала со ссылкой на трех людей, якобы знакомых с этой темой, о том, что глава Вагнер Пригожин планировал довольно долгое время вот такой вот вызов президенту Путину. В течение там чуть ли нескольких месяцев СНН ссылаются как раз на данные сотрудников разведки, что в течение, в начале этой недели представители разведки информировали лидеров Конгресса о передвижениях Вагнера и наращиваниях оборудования вблизи Российской Федерации. Интересно тогда, почему замечала ли это российская разведка такие перемещения? Вы знаете, сегодня было несколько месседжей о том, что это все делается во благо Запада. Вот этого большого и страшного. Делается это все в том числе и поддержкой стран Запада, то есть вот этот марш справедливости господина Пригожина. Давайте из разряда сюрреализма. Да, поддерживали ли страны Запада вот это движение Пригожина в сторону Москвы? Конечно нет. То есть это был сам Пригожин, который это придумал. А, и я согласен, наверное, да, это планировано долго. То есть это не было только вчера, что случилось, что бомбировал его лагерь. Это было давно до этого. И даже я читал сегодня в «Американской новости», что они говорят, что все это время, когда он сказал, что у него не хватает ракетов, например, они говорят, что, наверное, это была ложь. Наверное, было достаточно много ракетов. Он просто хотел создать его запас, резерв, чтобы он его убил еще, чтобы он в будущем атаковал Москву. То есть это был его план. И долго планировал это. Но с кем он работал, еще не ясно. То есть он точно работал с людьми в России. Все это не случилось, но просто так. Это было много работы, не сомневаюсь. Из этого я думаю, что это было бы очень интересно знать, с кем он работал в России, почему они решили работать вместе, и почему сегодня, когда все якобы было хорошо, то есть все было под контролем. Действительно, у него была классная личная возможность еще идти дальше до Москвы. А почему он решил это все бросить, это неясно. И почему он решил приехать в Беларусь, это предложение, приехав в Беларусь, и кажется, что они будут еще шоку, там, министерам, будут еще Горисомов. То есть его самые главные условия, Кремль сделает ничего. То есть он вообще все проиграл, ничего не выиграл здесь. И только несколько часов назад у него был свет на руках. Но все это уже под контролем. Нестабильность была несколько выражена психическая. Говорили даже Путину, что же там, даже диагноз заставили в начале полномасштабного вторжения. Все пытались рассмотреть, чем он там болен. Но сейчас мы говорим также о нестабильности, но вот уже политической. И не просто на мировой арене, а внутри самой страны, для самого Путина. И это действительно впечатляет. Но вместе с тем, говоря, что проиграл не только Путин, но проиграл и Пригожин. И получается, что обе стороны этого конфликта-мечежа, скажем так, остались не выигрыши. А не пришло ли время вступить в игру кому-то третьему? Есть ли такой кандидат? И может ли он рассчитывать на какую-то поддержку? В теории. Интересно просто ваше мнение. Да, это возможно. И думаю, что Путин, самый главный момент здесь, о том, что он всегда, как вы все знаете, почему люди его любят в России. И все соцопросы уже 20 лет говорят из-за того, что он такой сильный лидер, и он может контролировать ситуацию, чтобы Россия не была, как она была в 90-х, после распада Советского Союза. Но это был его главный момент. То есть все соцопросы уже 23 года, это говорят о России, почему люди там любят Путина. Но что мы видели сегодня, это все противовречит это. Что он не может контролировать ситуацию. Что на самом деле это беспредел. Это бардак, который сейчас происходит в России. И что есть еще атаки с дронами в России. Есть еще РДК, Легион свободной России. Есть еще Пригожин, который тоже хотел захватить территорию. Это все показывает всем, что он очень слабый. И ситуация в стране очень нестабильная. Из-за любой страны в мире, тем более для американцев, для европейцев. Если они даже сомневались, если стоит сейчас перебросывать еще оружие Украине, или дать еще деньги Украине, конечно, это обязательно. Потому что мы видели, что он очень слабый. Сейчас мы можем выиграть. И каждый день это будет легче. И я не сомневаюсь, что эта война закончится, когда что-то случится там в Кремле. И это может быть любой день. Если это будет гиперинфляция, или это будет кризис там в Кремле, или просто его убрали, то есть убили его, это тоже возможно. Но я думаю, что будет такой случай, и тогда это все, конец войны. Но это будет уже скоро, наверное. Джейсон, уверен, вы слышали такую конспирологическую теорию, о том, что якобы лидеры Запада боятся смещения Путина с поста президента Российской Федерации. Ведь непонятно, кто придет за ним, условный. Пригожин, человек, который будет готов применить, например, ядерное вооружение. Но вот этот неудавшийся мятеж Пригожина, как вы считаете, повлиял ли, в случае, если эта теория является реальной, повлиял ли на позицию стран Запада? Нет, на самом деле, я думаю, что любого человека, который станет президентом после Путина, будет главный момент. И после революции, например, всегда есть этот момент тоже. Это как вы можете доказать всем, что действительно вы легитимальный президент, то есть вы настоящий президент, и не просто человек, который говорит, что он президент. Вот, как это делать? Вам нужно так, чтобы другие страны вас приняли как президентом, что они решили, что вы действительно президентом страны. И думаю, что у американцев это возможно договориться с ними, или с европейцами, и сказать, что да, я захватил власть, может быть, не совсем демократически, как это случилось, но все равно я готов защищать наши ядерные оружия, чтобы они не попали где-то в Сирии или где-то в Африке. Я готов сделать так, чтобы они были безопасны тут, в России. Тем более, я готов закончить войну в Украине. Потому что я думаю, что это будет тоже очень важно для иностранцев. Из этого я бы сказал, что это признание любого человека, который попал после Путина в Кремль, и это признание в других странах, это будет очень важно. Это не только его решение, это важно, что другие страны. И любой человек, даже если бы это был, скажем, допустим, шоку завтра стал президентом России, я сомневаюсь, но если бы он стал президентом, ему тогда придется договориться с Западом. И я не сомневаюсь, как требование Запада, это будет точно сделать так, чтобы эти ядерные оружия были безопасны и фитрой о том, что война в Украине закончилась. Еще один аспект, наверное, главное, как Владимир Владимирович будет возвращать статус-кво, как он будет возвращать этот образ великого лидера Российской Федерации, на самом деле не ясно. В контексте как раз украинских союзников, иногда красных линий, которые боятся союзники переходить, вот одна из последних линий, которую союзники перешли, это F-16. Да, ведется подготовка, но вопрос решен, получается. Еще один вопрос, это передача Украине ракет большой дальности. Ну, пресловутые Атакмс, да, о них часто говорят, хотя классификация есть намного вообще более широкая. Скажу вот так, вот это восстание Пригожина, по вашему мнению, оно ли не убрало вообще все красные линии перед украинскими союзниками из Запада? Ведь этот мятеж показал слабость Путина. Он не готов был, например, отдавать приказ о уничтожении колонн господина Пригожина теми самолетами, которые каждый вечер почти обстреливают территорию Украины. Даже там Су-24 и многими другими, то есть не было эскадрильи, которые бы уничтожали колонны вагнеровцев. Есть ли еще красные линии после 24 июня 2023 года? Как вы думаете? Не думаю, что вы же не эти красные линии. И, знаете, это был очень долгий процесс, но сейчас уже все по-другому. Слава богу, наконец-то, это было слишком долго. Но, наконец-то, уже все поняли, что нам надо все перебросывать, прямо все, которые мы можем, и сейчас, чтобы Украина победила на ближайшее время. И, к сожалению, это было действительно слишком много времени. Но я думаю, что сейчас уже есть такое решение из Запада. Я не вижу, что есть страны в Европе даже, которые не за это, ну, может быть, кроме Венгария. А я не вижу другие страны, которые против этого. Они понимают, что это уже давно пора. И потому что это решение, что мы будем помочь Украине, это не только Украине. Потому что все уже понимают, что если Украина победит сейчас, тогда будет еще хуже ситуация с Путиным, с Россией в будущем. То есть не за так, чтобы Россия проиграла войну и сейчас. Джейсон, все-таки интересно в завершении уже нашего с вами сегодняшнего разговора ваше мнение по поводу того, что Путин на самом деле ведь просто отпустил Пригожина еще и с охраной. Как вы считаете, действительно ли потому, что Пригожин мог каким-то образом шантажировать Путина? Вот тут прозвучала версия в нашем эфире, что какое-то видео могло быть у Пригожина или что-то, какой-то компромат на Путина? Или у Путина могли быть свои какие-то мотивы, я не знаю, какая-то жалость Пригожина? Что это может быть? Что может руководство для принятия такого решения? Я не сомневаюсь в этот вопрос из-за того, что Путин хотел показать, что он выполнил его слово. Но на самом деле я не сомневаюсь, что Пригожин не будет долго жить. Он будет ликвидирован. Я не вижу, как Путин может пропускать такую возможность. Человек, который действительно хотел захватить власть в России, а если я не буду его наказать сегодня, тогда будут еще проблемы. И Путин это прекрасно знает. Благодарим вас, Джейсон, за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Зрителям напомню, что с нами на связи был Джейсон Смарт, американский политтехнолог и политолог.